Семь единиц медтехники для проведения обследования пациентов получил республиканский онкологический диспансер в рамках нацпроекта. Жительница Черкеска перевела интернет-мошенникам 9 миллионов рублей. Какую схему на этот раз придумали злоумышленники? Выявлено 48 нарушений, профилактические мероприятия провели сотрудники госавтоинспекции ДПС МВД по Карачево-Черкесии и отдел МВД по Черкесску. Пять команд состязались на здание нормы ислама и шариатского права. Первая мусульманская викторина прошла в центральной мечети в Урджбуте. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачево-Черкесия. Республиканский онкологический диспансер пополнился новым оборудованием в рамках нацпроекта здравоохранения в текущем году Карачево-Черкесский республиканский онкологический диспансер получил 7 единиц медтехники, предназначенные для проведения необходимых медицинских обследований пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил глава республики Рашид Семрезов. Это стало возможным благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения, разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Программа успешно реализуется на территории республики с 2019 года. За это время республиканский онкологический диспансер пополнился на свыше 100 единиц медоборудования, включающего современные аппараты ультразвуковой диагностики, рентгенодиагностические комплексы, магнитно-резонансные томографы и многое другое. Жительница Черкеска перевела интернет-мошенникам 9 миллионов рублей. Злоумышленники работали по очень четко продуманной схеме. Позвонили жертве, представившись с сотрудниками ФСБ, проинформировали ее, что, используя ее персональные данные, сейчас мошенники пытаются взять очень большие суммы денег в различных банках. А эти средства направляются на Украину, а ей, следовательно, светит статья «Терроризм» и обрисовали все исходящие из этого нерадужные перспективы, тем самым очень напугав жертву. Настоятельно предложили помощь в решении создавшейся проблемы, она сводилась к тому, что женщина должна сама лично взять эти кредиты и перевести средства на безопасный счет, который они ей откроют. Мошенники использовали данные реальных сотрудников полиции, ФСБ и других служб, от которых ей якобы звонили кураторы апогеем. Всего стало то, что это продажа двух квартир по заниженной цене и перечисленные денежные средства на тот же самый безопасный счет. Убедительным фактором для срочной продажи послужила информация, что черные риэлторы занялись продажей ее квартир без ее ведома и она рискует остаться ни с чем. Следовательно, ей самой в очень короткие сроки необходимо реализовать жилье и поменять кадастровые номера квартир. В итоге жительница Черкеска осталась без жилья и с крупным кредитом на сумму 9 миллионов рублей. Покупатели у них были готовы, просто были готовы. То есть они приходили с деньгами, с наличными деньгами и все это было сделано просто молниеносно. Потом уже, когда это все сделано, вот тогда, очень поздно вечером, он позвонил, сказал, что на самом деле они являются гражданами Украины и оно было сказано даже не в оскорбительном тоне, а в таком, знаете, уничижительном тоне, что это их цель. И что я не то, что там не первая, я уже миллионная. Сотрудники госавтоинспекции совместно с ДПС МВД по Карачево-Черкесии и отделом МВД по Черкесску провели профилактические мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В приходе профилактических мероприятий инспекторы ДПС проводят с водителями транспортных средств беседы о недопустимости нарушения требований ПДД. В результате рейда выявлено 48 нарушений, среди которых непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, управления транспортным средством в незарегистрированном установленном порядке. Управление ГИБДД напоминает, что аналогичные мероприятия будут проводиться систематически на территории республики. Согласно статистике, с начала года на дорогах Карачева-Черкесии совершено 159 ДТП с пострадавшими. В данных автоавариях 39 человек погибли, 196 получили ранения различной степени тяжести. Высокий профессионализм в борьбе с инфекционным заболеванием. Главный врач республиканского противотуберкулезного диспансера Смаил Байрамуков был отмечен дипломом на Всероссийской научно-практической конференции. О работе ТОП-диспансера и о трудовых буднях главного врача подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Сегодня в республиканском туб-диспансере уделяется особое внимание пациентам в лечении этой инфекции. Главный врач медицинского учреждения Смаил Байрамуков вот уже много лет изучает новые методы оказания помощи больным туберкулезам. Его деятельность и работу всего медперсонала высоко оценили на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, где обсуждались с вопроса профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. В Москве проходила конференция с международным участием. Участвовали представители стран БРИКС. Здесь идет эпидемиологическая оценка туберкулеза как в России, так и во всем мире. Делятся опытом работы, какие методы лечения применяются за рубежом, какие применяются у нас. Сейчас задача поставлена к 30-му году максимально снизить уровень смертности и заболеваемости от туберкулеза. На сегодняшний день от туберкулеза можно полностью излечиться, если его выявили на ранней стадии, отмечает Смаил Хамзатович. К сожалению, многие наши пациенты не обращаются к нам при появлении симптомах этой инфекции, а приходят тогда, когда болезнь принимает тяжелую форму, рассказывает главный врач. Вот первые признаки – это то, что больной устает. Вот он утром встал, он вполне здоровый человек, собрался, поехал на работу, покушал, поехал на работу, вообще проблем нет. Возвращаясь с работы, у него слабость, устал человек, не обращает, к сожалению, на это внимание, говорит, что, ну, перетрудился, работы было много и так далее. Ночью у него появляется потливость, ночью он потеет. Если бы он померил температуру вечером, да, 18-20 часов, у него температура была бы с февреля, там, 37-37-2, вот такая температура. Снижается у него аппетит. Вот на все эти вещи он как бы не обращает внимания. В туб-диспансере, помимо стационарного лечения, также функционирует и санаторная. Еще с доревольционного периода со всей России люди приезжали в Тиберду, где полностью излечивались от этой инфекции. Реабилитация необходима для полного восстановления пациента. Наш санаторий в Тиберде – это очень хороший способ реабилитации наших больных. Мы знаем, что еще до революции люди приезжали туда даже без медикаментов, только подышать воздухом Тибердинским, насыщенным пыльцой хвойных деревьев. Вот там сегодня все условия для того, чтобы больной продлил лечение, то есть и медикаментозное лечение, и физиолечение, там, фитолечение. С переезда в новое здание в 2012 году для врачей и пациентов были созданы все комфортные условия. Весь медперсонал полностью укомплектован. Все больные находятся на учете и проходят лечение в медучреждении. Тубдиспансер тесно взаимодействует с Центром инфекционных заболеваний, который помогает при лечении тяжелобольных. Альхалип Шоков, Зумрат Гербекова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Первая мусульманская викторина на знание нормы ислама и шариатского права прошла в центральной мечети Узжигуте. Состязания на теологическую эрудицию собрали пять команд, которые представляли приходы мечетей разных населенных пунктов района. Ахмад Халкевичев подробнее. Первая исламская викторина собрала пять команд, сформированных из числа прихожан мечети Аулов Новая Джугута, Саритюз, Села Важная, Усть Джугуты и Станица Красногорская. Проверка знаний тоже идет в пяти дисциплинах. Это таджвид, сира, пророки, фиг и разное. В каждом разделе по 12 вопросов. Но все же мероприятие больше нацелено на просвещение, нежели на выявление уровня богословских знаний участников, уточняют организаторы. Наша республика, это ханафетская республика. Мы хотим, чтобы она распространялась. И вопросы, большинство, нацелены именно на эти вопросы. И также есть вопросы про историю пророков, про сахабов, есть подвечников пророка. И мы думаем, что после сегодняшнего дня большинство молодежи будут знать, как себя вести в той или иной вопросе себе. То, что конкуренция будет высокой, стало понятно с первых же ответов, полученных от участников. Оно и понятно, ведь среди собравшихся немало и выпускников лучших исламских вузов. В начале игры, несмотря на исключительно молодой состав, серьезным отрывом вперед вырвалась команда «Села Важная». Но ближе к финалу опыт и хорошо скоординированная работа команды от города Усть-Джугута проявились в полной мере. По количеству заработанных баллов лучшими оказались они. Какими бы знаниями человек ни обладал, в любом случае в таких мероприятиях он узнает для себя что-то новое. То, на что у него он меньше всего обращал внимания и так далее. И это тоже является мотивацией для того, чтобы заполнить вот эту пустоту, в которой ты упустил что-то. Вопросы конкурса весьма разнообразны. Были как общего плана, так и практического применения. Второе место заняли верующие из станицы Красногорская. А замыкает тройку лидеров команда «Аула Саретюз». Обидно не столько, что проиграли первое место, а за то, что знали ответы, но не могли вовремя вспомнить. Мы еще раз убедились, что мы всегда должны укреплять свои знания, повторять, заучивать и знать свою религию. Идея провести конкурс принадлежит и моему первой мечети Усть-Джигуты Азаматаку-Щетерову. Но в организацию, как в плане моральном, так и материальном, активно вовлеклись практически все прихожане. Денежный приз в размере 50 тысяч рублей предусмотрен только за первое место. А для остальных участников организаторы подготовили ценные подарки и сувениры. Проверить свои знания, получить подарок могли и зрители, следившие за соревнованиями. Северокавказская государственная академия была представлена на образовательном саммите в Индии от Карачева-Черкесии. Проректор по научной работе Далхат Идиев и помощник ректора по работе с иностранными студентами Артур Балатов поделились впечатлениями от поездки и рассказали о ее пользе. С ними встретилась Альбина Ламкова. Альбина Ламкова